Девушки отдыхают Я не воспринимаю это серьезно, но я думаю, что встретить здесь свою судьбу А в этом мне помогут мои друзья, чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутылская И известный актер Никита Жукова Оксана, 37 лет Прощала измены мужу и терпела угрозы от его любовницы Когда поняла, что отношения не с постей подала на развод Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию В настоящее время работает тренером сборной команды страны Гордится званиями Олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и чемпионка мира среди профессионалов Готова оставить карьеру и посвятить себя семье Оксана опасается творческих и слишком богатых кавалеров Ищет умного, порядочного мужчину, который будет готов заботиться о ней и о ее ребенке Оксана, трудно себе представить Вот сейчас смотрят зрительницы и думают Вот если такая красотка, с такой фигурой С таким настоящим и прошлым, с такими заслугами одна То что нам делать с сирым и несчастным? Как так получилось? Ну это невероятно Так сложилась, наверное, жизнь моя Плохо или хорошо ли, но она так сложилась Вот не повезло Наверное, больше, может быть, мне не повезло Потому что я занималась, наверное, больше своей карьерой Как невеста? Я не понимаю Я не понимаю Он спросит, как она женщина Окей Ничего Какие главные выводы сделали? Что сегодня знаете про мужчин? На кого не будете смотреть вот совершенно точно? А что бы хотелось? Ну, кроме бедного, конечно Как вы сказали, что хотите бедного? Наверное, когда, наверное, я не буду смотреть на того мужчину, который сразу обещает все Послушайте, вон Джигурта всю своей жене обещал Вот прямо тут же в палке и вниз и сказал Я тебе все к твоим ногам И вроде выполняет Она же с ним живет, детей ему он рожает Я вижу эту проблему в том, что Оксана, это вообще, ну да, это и Маша, и Марина моя Это каста особых женщин Это богиня Олимпа и найти им мужчину сильнее, чем они Это проблема Вот поэтому я к тебе сейчас встречный вопрос Вот ты живешь со спортсменкой уже столько лет Вот в чем проблема? На что мужчинам, которые сегодня придут за Оксану бороться Стоит особо обратить внимание? А на что может быть закрыть глаза? Потому что это особенные женщины Штучные Красавица, Солимпа, спускается девушка, ты понимаешь, вся нежная, стройная, лучезарная Супер Я еще раз повторюсь, это очень сильные женщины По Марине моей я знаю, что за этой силой скрывается нежность, ранимость и внутренняя чистота То есть я поняла, нельзя включать в мужчине соревновательные какие-то свои, да? Почему? Наоборот, наоборот Я как раз считаю, что Оксане и вообще этим девчонкам нужны как раз сильные мужчины Но не сильные Ну хорошо, в чем соревноваться? Не сильные по-жлобски, а сильные, чтобы они были сильнее, чем эти девчонки Понятно, какой бы ты сильный ни был, рожать будет все равно женщина, это понятно Ну я помогал рожать Все знают Скажи, пожалуйста, Никит, а в чем должна быть сила мужчины? Вот рядом с такой мы сегодня про Оксану говорим Дух, эти женщины обладают колоссальным духом, то есть в какой-то степени мужским духом При том, что они красивые, тонкие, внутренние Скажи, о семенных отношениях это скорее создает проблему или наоборот ее сглаживает? То есть вы, как говорите на одном языке, как сильный мужчина с сильным человеком Я сейчас помню Да, но начинается борьба, это вечная иньянская проблема И они ищут мужчину, который был бы сильнее, чем они Регулирует на дальнейшие отношения или надоедает, и ты думаешь, ну живу как с мужиком рядом Ну что это? Нет, совершенно Я еще раз говорю, это может, как с мужиком слабый мужчина Я, если говорить обо мне, мы пятый год вместе И я удивляюсь тому в той внутренней нежности, нерастраченной Оксаночка, а у вас были мужчины слабые? Потому что у Оксаны то же самое Да, слабее меня Слабее, а в чем? Вот именно в том, наверное, духе, что они воспринимали меня как очень сильную женщину Давайте про первого мужа, рано же вышли замуж, да? Не хотели посмотреть, что внутри у человека Вот у парашютистов говорят, не важно сколько у тебя прыжков Важно сколько прыжков в этом сезоне, в этой команде Не, ну видишь, она... Вот эту силу сохранить надо, вот она сохранила Первый раз рано вышли замуж? Да, мне было 20 лет А что заставило? Успешно, и все получается Тогда еще не получалось, тогда еще не было успеха Наверное, мне хотелось как-то уехать от родителей Потому что мы жили в коммунальной квартире, да Как-то уже хотелось, 20 лет уже хотелось какой-то свободы А поскольку этот человек уже был один раз женат, мне казалось, да, вот он тот сильный Старше вас? На 4 года Сильный, смелый и так далее И я для него буду... Спортсмен? Нет, он не спортсмен Детей родили? Нет, он не хотел Но она не выглядит на 37 Что правда, то правда Правда, она выглядит на 36 А он не говорил, что впереди у тебя такие заслуги и победы? Зачем тебе и Олимпиада? Это больше было, мне кажется, нужно... Вот ему нужны были мои заслуги, чем... Ну это же хорошо Ну что же ему нужно, а вам не нужны были? Мне нужны были Но он хотел этими заслугами жить как бы дальше Но не стоя отношения семейные А вам хотелось обычных отношений? Ребеночка? Хорошей, нормальной семьи Через сколько развелись? Через 4 года Отпустил легко? Да Он научит Чарли как раз кататься на коньках Чарли терпеть не может русскую зиму Ну... А ты предлагаешь ему идти кататься на коньках? Ну... Россия, надо будет прижиться уже А второй мужчина, муж, появился через сколько лет? Лет, по-моему, через 5 И в том же браке во втором родился ребенок у вас, да? Сколько сейчас? 7 лет, девочка Как зовут? Ксения Наверное, с особой осторожностью будете, да? Мужчину выбирать еще и как отчима же Конечно Ну ты готов стать отцом? Причем Отцом для чужого ребенка? Ну... К чему нет? Там же вообще была страшная история Он же ушел к какой-то тетке Лукерии там намного старше Да, она была практически на 20 лет его старше Боже, какой ужас Может, она богаче была? Конечно Это ее характеризует вполне определенным образом Главное, что с молодых лет она уже стала вести самостоятельную жизнь Уехала от родителей Стала сама за себя отвечать за свои поступки и действия Она звонила нам даже домой Я знаю, выясняла с вами отношения Да, выясняла отношения, писала смс Послушайте, если он был старше вас, ему сколько было? 40? Да А ей, значит, 60? Ну, ей 50, где-то 5, вот так вот было Хорошо выглядит Не видели? Видела Ну и как? Как женщина, я не скажу, что хорошо Потому что... Оксаночка, скажите, а чья была инициатива встретиться с бывшей, с соперницей? Инициатива исходила от нее, да Потому что мне как-то не хотелось выяснять отношения Хорошо, а когда она вам звонила, чего она хотела от вас-то? Она хотела, чтобы я его оставила в покое, чтобы я дала развод Ну, а потом эта климактеричка еще решила, что сын уже взрослый Рожать она не сможет, потому что старая И хорошо бы ей воспитывать вот звездного, прекрасного ребенка Оксаны Конечно Девочка Девочка очень понадобилась, понимаешь? Опять же, алименты, чтобы в доме оставались Да, мы ее заберем, да, мы, отдай мне эту девочку, хочу ее воспитывать А вы не бригаду скорой помощи, не посылали? Я была по милициям и так далее, да нет, проверить ее на здоровье? Нет, меня вызывали в милицию, в отделы, там, органы, там, опеки, попечительства То есть я нахлебалась, там, вот, за год очень много чего А как она, хорошо, но у любого действия есть мотивация Вот, представляете, а мне захочется одного из рыжих детей джигурды взять И вот я приеду на лошке, совершенно чужая тетя И скажу, вы еще себе родите, вы достаточно молодые Дайте-ка мне этого ребенка Вот это просто Может, я лучше оплодотворю? Ну, прять может быть И заметьте, я его жизнь не тянула Оксаночка, ну так как она это объяснила? Вот она мне звонит и говорит, отдай ребенка Нет, она в виде, там, в виде смс, в виде телефона, звонка Да, я хочу видеть эту, да, я хочу воспитывать эту девочку А муж ваш, он был слепо-глухо-немым? С ним до него можно встречаться? В этой ситуации, да, в этой ситуации он был слепо-глухо-немым Потому что, наверное, тоже предстоит какую-то свою, ну, такую определенную, наверное, цель Да, он, наверное, хотел и здесь вроде как, да И вроде как и побогаче Потом эта история с ребенком затихла? Да, затихла, вот уже на протяжении пяти лет Он не встречается, не видит и никакой инициативы не проявляет То есть из-за того, что... Ну, продолжает и с бабушкой жить? Нет, не знаю, знать не хочу И это все зачелкнуто А у меня, кстати, Никита, вот мне смущает вообще ваш тест Ну, я понимаю, там, конечно, разные тесты бывают Ну, рюмочку там выпить с женихом А что это вы сейчас всех женихов перепугаете? Вы с ним в баню собрались? Вы что же там собираетесь делать? А что вы там с ними будете делать? Да, как вы проверяете? Между ног, чтобы рассказать, может, и не надо пробовать А может она сама? Сама? Так сама зачем обжигаться? Сама уже два раза сделала Подожди, знаете Вы там бесполезно Вы просто по размеру будете? Я понимаю, что дело не в размере, нет Но чтобы там в порядке было А как вы это проверять-то будете? Ну, не на ощупь точно На глаз достаточно А ты думаешь, там, когда вот он очки снимет, и у мужчин все это? Ла-ла-ла-ла. Да, там нет. Так, надо подумать, как мы можем здесь остаться, чтобы не выходить. Давай сломаем тебе руку, чтобы не выходить. Чего-то мне все равно как-то эта история напрягает с Баней. Вот, вот, вот. Меня тоже. Да? Ну ясно, главное, чтобы подружка не напрягала. Я думала, знаешь, ну уж я тут на этой программе чего только не делала. И танцевала уж, что за невестами, и жениха, и женихов проверял, Никита. Не ты первый, как говорится, я уже прошла и к Рым, и Рым. Ну, может быть, даже подключусь к вам, папа, что ради нехорошей невесты. В бане, что ли? Да я тоже. Ради-то невесты такой расторожен. Ну это теперь так называется. Сходите в баню, чтобы для невесты. Дело в духовном. Дело в духовном. В духовном его фалосе. В духовном. А это где только в бане можно рассмотреть. Конечно, Никита. В разговоре, выпишем, поговорим. Маш, ну вы-то сидите, такая русская, красивая, блондинистая девушка. И туда же вот этому черту рыжему поддакиваете. Я не поддакиваю. Я смеюсь, как бы у каждого свое мнение есть. И вот лично я пришла поддержать Оксану, потому что два раза она выходила замуж. И два раза, честно скажу, с нами не советовалась. Очень быстро. А вы были знакомы с ними? Мы очень давно знакомы, и мы долго были в сборной, и постоянно вместе жили. Хорошо, Маша, тогда ваша версия. Объясните мне. Ну, давайте так, честно, если девочки между нами. Не бывает все вдруг, правда? Не бывает. Значит, что-то такое произошло в их семье, когда мужчина стал смотреть на сторону. В чем проблема, Оксана? Может быть, это ее ошибки? Ну, давайте сначала начнем с того, что вообще Оксана тот человек, который абсолютно не может находиться одна долгое время. И рядом обязательно кто-то нужен. И поэтому она выбегала. Она не выходила, она выбегала замуж. Ой, слава богу, что Джигурда женился. А, между прочим, я Анисиной сказал, Анисина, если бы ты мне отказала, я как раз вот на проекте как раз глаз положил на Оксанку. Слава тебе, Господи! Да! Хоть в этом повезло. Третий раз. Оксане повезло, да. Не говори. Это русский Чак Норрис. Это Чак Норрис. Это Чак Норрис. В денежном эквиваленте сколько должно быть у мужа? Ну, в месяц хотя бы. Или хотя бы, если уж вы не говорите, потому что чаще всего вся отказка идут, тогда что у него? Вот у вас три квартиры, а у него что? Я думаю, что уже к определенному возрасту мужчина все-таки должна быть своя жилплощадь, в которую он может привезти семью, да, а не приходить все-таки на территорию. Ну, сколько квадрата метров-то? Ну, чтобы жили мы вдвоем и еще двое детей. Знаете, Чак Сашка, я обычно невестам говорю. Я говорю, вы хотите все готовенького, чтобы уже и квартира была, и все, а вот начните вместе с нуля. Вам я не могу такого сказать, у меня язык не повернется, потому что уж сколько вы работали в своей жизни, и то, что вы заработали себе, так кажется, должно остаться при вас и при вашем ребенке. Поэтому вам нужен мужчина, уже сложившийся. И люди должны быть все-таки немножко, мне кажется, из-за тебя сприбила, немножко какого-то одинакового статуса, наверное, только определенного возраста. Когда они будут расти вместе и помогать друг другу, а кого-то... Ну, расти уже в вашем возрасте, послушайте. По поводу роста, давайте так, он должен быть уже состоявшимся человеком, состоявшейся личностью, потому что вы уже есть, вы состоялись. Конечно, он должен быть уже готовым мужчина. Мы уже пенсионеры, мы уже состоялись и прошли. Вот эти вот сегодня перспективных, креативных, ярких, я даже не буду рассматривать. Пусть он уже приедет и скажет, ты знаешь, Оксанка, я вот 15 лет на тебя смотрю в телевизоре, и вот сегодня такое вот счастье привалило встретиться с тобой. Пять минут. Он, конечно, должен вас заслужить. Вы должны достаться мужчине в виде вот такого бонуса и награды. У нас, что она хорошая женщина, добрая, красивая, если ей кто-то рядом нужен. Если ты не нужен, так и зачем? Я как астролог вам не могу пообещать легкого счастья в личной жизни. Я не буду сейчас этого делать. У вас сложный гороскоп с точки зрения возможности создать продолжительные отношения. Но я вам сейчас это говорю не для того, чтобы вас как-то в этот фатализм погрузить, и не для того, чтобы пессимизму подбавить, а для того, чтобы вы, наоборот, мобилизовались максимально. Вам за мужчину нужно бороться. Нужно готовиться предпринимать активные усилия. Не вешаться на шею, действительно, не завоевывать его, не делать какие-то сверхжесты. Но вы должны быть готовы активно принимать участие в совместной жизни. Мне кажется, у нее характер очень сильный. Да, она у вас сильный характер. Да, я думаю, что у нее очень сильный характер. Кто? Да, Брайт, Оксана. Да? Думаете? Вы наконец-то нашли себе правильный вариант. Я не знаю, что сегодня будет происходить, но у вас в течение этого года мужчина должен встретиться просто парадоксальный, необычный. Вы будьте готовы к неожиданностям. Но вам самой придется все свои стереотипы забросить на самом деле в течение этого года. Вот просто забудьте, как думаете. Да, просто мужчина рядом с вами будет. Должен, Марина. Дорогие мои. Это, конечно, все хорошо. У меня такая же фигня по жизни, как говорится. Все приходится создавать. Вот мы, особенно спортсменки, они этим, кстати, отличаются. Рося, ты тоже, да, в Олимпиаде участвовала? Нет, в Олимпиаде не участвовала. В Олимпиаде нет. Но вполне достаточно. Мастера спорта имею. Вот так на минуточку. Да. Но я не про это говорю. Вот мы, кстати, хорошие жены для войны. То есть вот если во время войны цены нам нет. Особенно если трудности какие. Мы мобилизовываемся, дисциплинировываемся. Я не участвовала, конечно. Господи, что привязывайтесь к словам-то. А вот в мирное время... Русская татарская у нее каждый день. С пентильник по четверг. А вот в мирное время мы, конечно, никудышные жены. С нами, конечно, мы любим трудности создавать. Нам же надо стимул, надо преодолевать. А это наших мужчин, собственно говоря, заморачивает. И возникают трудности. Поэтому я даже не про женихов говорю. Согласна, Лариса. Конечно, нужно состоявшееся, состоятельное. Заслужила уже. Вы знаете, вам нужно переучиваться, ну так же, как и мне тоже, для мирной жизни, для спокойной. Согласна, согласна. В общем-то, чтобы мужчина чувствовал с нами мужиком вот это. Может быть, даже через баню, может быть, Никита. Вот, вот. Да. Я же опыта. Согласна. Так, мы с ним в баню не пойдем, а его не пустим. Это не тот человек, с которым в баню надо ходить. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии «Оксана». Идите, знакомьтесь с первым женихом. Вау. Здравствуйте. Итак. Берегите. Спасибо. Здравствуйте. Пойдем. Проходите. Давайте посмотрим на вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Чарли. 43 года. Певец и композитор гордится своей знаменитой фамилией. Мечтает жениться на русской женщине. Предупреждает, что его супруга должна будет работать вместе с ним, а также быть готовой к дальним путешествиям. У Чарли было много романов, но все недолгие. Одна возлюбленная изменила Чарли с массажистом, другая сделала от него аборт. Надеется, что Оксана станет его единственной любовью. АПЛОДИСМЕНТЫ Чарли, Чарли. Красавец. Я думал, ты по меньшей мере принц. Я сразу могу сказать. А как с духовным фалосом? Духовный фалос, духовный фалос. Но дело в том, что я знаю точно, что Оксане человек из шоу-бизнеса не подойдет. Это я знаю точно. Никита, вы зря. Я извиняюсь, что перебил духовный фалос. Вот такой. Да, идеальный. Но шоу-бизнес не перебивает. Хорошо, Чарли. Вы знаменитой фамилией. Да, я думаю... Я думаю, у вас очень плохое представление о людях в шоу-бизнесе. Чарли. А вы женщин постарше любите? У меня большое сердце. Я люблю всех женщин. Это плохо. Это плохо. Это не может быть хорошо. Скажите, Чарли, у вас уже был опыт отношений с русскими женщинами? Около 15 лет назад был мой первый опыт с русскими женщинами. Почему не срослось? Даже русского языка не вы учили? Чуть-чуть. Да, я очень стараюсь понимать русский язык, потому что, думаю, это лучший способ понять свою будущую жену. У них были проблемы с тем, что я очень много путешествую. Мой бизнес расположен в Европе, но моя работа заставляет меня путешествовать по всему миру. Это вы имеете в виду массажистку, вторую женщину? А, эту. У нее было такое же большое сердце, как и у меня. Она уже путешествовала, с ней поработала, чтобы в доброй жизни вести хватит уже. У вас дом не один, Сан-Тропе, да? Да. И я сейчас строю еще один. А ты уже дом построил, а он только строит. На Барбадосе. В Барбадосе. Да, Барбадос. А, связь между Барбадосом и Суринамом. А, в Южной Америке еще где-то. Сауд-Америка. Да-да. Чарли, а зачем вам невеста такая, а? Она вас отпускать никуда не будет. Обещала пиарить Афану. А я отпущу. Все. Пойте, зарабатывайте. Вот правильно, Роза, правильно, бери его, бери, бери, бери. Пусть он тебе массаж делает. И песни поет. Чарли, у русской женщины все-таки азиатская ментальность. Мы привыкли, что нам мужчины должны. Поэтому Роза так вас с пристрастием пытала, что у вас есть. В основном мужчина добытчик, женщина это то, что создает. С другой стороны, я не могу согласиться, что мужчина должен быть охотником. Мужчина нацеливается на свою жертву, а женщина должна сделать выбор. Да или нет? Часто он ориентируется на некую фигуру матери. Но женщине фигура отца не нужна, потому что... Я думаю, что русским женщинам не нужна личность отца. А вам не кажется, что главное ваше наследие, это все-таки фамилия деда Армстронга? Да. Многие годы я не был готов принять, кто я действительно есть. Когда я покинул Сан-Тропея, я подумал, что я должен поделиться своим талантом со всем миром. Не боитесь, что русская женщина это... Ну и определенного рода проблемы в вашей жизни. Тем более такая, ну не знаю, звезда как Оксана. Представляете, сколько она с раннего детства, сколько добилась, какая у нее судьба, какая у нее уже история в жизни. Нет на себя ответственности. Дочка есть, не боитесь? Нет, я люблю ответственность. Я хочу сразу вмешаться. Чарли хороший парень. Но это категорически не тот вариант, его даже не рассматриваем. Я на правах друга, мне даже в баню ходить не нужно. Конечно, потому что ты забоялся. Ты же такой красавец, Чарли разденься перед тобой. Значит, сразу из шоу-бизнеса человек, который говорит, мужчина и женщина, женщина жертва. Никит, ну подождите, мы сейчас так договорились. И как раз подходит. Да, Никита, подходит. Мы это говорили, что мы сегодня ломаем стереотипы. Слушай, вот в чем самая большая проблема такого брака? Что рядом с собой еще нужно будет постоянно держать в кровати переводчика. А может быть сейчас Чарли такой сюрприз покажет, что даже и Никитина сердце железное растает? Давайте посмотрим. А Чарли, покажите то, что вы приготовили, пожалуйста. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДИГУРДА ДИГУРДА поехал Сел на коня Куда еще мужественнее Господи боже мой Максим скажите о вашей профессии Он говорит Так Саночка а ты меня подождешь девочка Ты там на Олимпии Так они уже договорятся Может быть она сама сядет на эти квадроциклы И полюбит этот вид спорта Максим скажите Профессии вот отпечаток не накладывает Вот пообщавшись с таким контингентом Ну С мурника такого не даете дома нет? Приносить домой свою профессию я не привык Может быть ну ее может поменять уже к вашим годантам Вы понимаете в чем сейчас дело Я уже очень давно работаю в службе исполнения наказаний И уже пришло время мне выходить на пенсию Мы выходим на пенсию очень рано ввиду вредной работы Со светским контингентом Максим а как вы считаете А вот какого самого тяжелого наказания за самый страшный проступок Жена заслуживает Вот что она должна такого сотворить И на что вы способны в семейных отношениях Она просто останется одна Можно я вам руку пожму? Слушайте ну вы конечно классный мужик Честно я вам хочу сказать И правильно отвечает Дело не в этом Он хороший парень Но что звучит То есть она должна Да Жена должна уметь ждать Ну о чем речь Ну должна уметь ждать О чем речь идет О чем речь идет Человек в семью хочет Эй ты Дорогая олимпийская чемпионка Девочка Ты меня подожди Я там с пацанами Разберусь с одними Потом с другими А ты меня же жди Максим Она должна ждать его со службы Вот я об этом и говорю Так не к олимпийской чемпионке Ребят Мы не уезжаем на вечер а когда ты пашешь с антрепризы по всей стране тебя ждет я мудро поступил я ввел ее в спектакле мы вместе ездим по стране это представляешь если все трое и друзья потом встретить никиту в подъезде я не думать об этом не хочу я никита в подъезде тоже встретить не хочу я могу я могу потому что я пришел бы искал я вот слове все оксана я вас видел я влюблен в вас все просто сорвался языка ногам я готова сорвался языка дать мне ты бы должна уметь жигурда максим прилетел специально как сани и санкт-петербург рассказывайте вы оплачиваете билеты вы мне рассказать свой счет за соч посмотри вот он начал он пропали мог признаться в любви этого не сделал этот мужчин ну он же не артист он же нет артист мог с профайла понимаешь он мужик нормальный классный мужик только он говорит по себе судишь нет второго джигурды мы сейчас все заплачем он друг но он улюбился если снять очки джигурде там будет ничего вселенская бездна максим у оксаны ребенок вы конечно же знаете раз приехали бороться именно за ее я не вижу в этом проблема слава богу глядя на вас и не скажу что вас могут смутить такие глупости но есть ребенок и слава богу а что у вас в женщине смущает что раздражает что вот категорически не приемлете я не люблю женщину которая пьет не на виду простой мужчина уставший по жизни по моему он слишком уставший по жизни ты работал бы там я посмотрел бы на тебя скажите а вот оксана представила никиту как очень близкого друга и который очень активно в ее жизни участвует и то что считает позволено вот самому никите другим мужчинам не не вот как вы считаете если у вас все сложится хотелось бы с оксаной вы за то чтобы были друзья мужчины в жизни жены или как-то попытаетесь надо сходить я не имею ничего против друзей мужчин если мой выбор упал на эту женщину я ей доверяю и а при чем здесь доверяя а вот после как я вышла замуж нет ни одной подруги моего мужа я ему задал один единственный вопрос что она тебе может дать такого чего не дам тебе я например потому что я ушел у одной из лучших подруг это немножко разные вещи мы подружились через лучшую подругу до одну из лучше тогда прощая это немножко другое с удовольствием общается ну все таки вот мне кажется что поскольку оксане 37 лет и она должна прислушиваясь к своим друзьям но все-таки жить своим умом а не быть вот таким мне кажется в этом проблема оксана я считаю что друзья оксаны это не та неотъемлемая часть жизни которую она прожила не ведется смотри дело в том что оксана-то овен как и я и она до сегодняшнего дня делала всегда то что она хотела наоборот против того что ей советовали друзья и подруги она приходит к нам только поплакать я просто не пойму что хочет оксана оксана ничего не хочет максим я знаю для того чтобы показать сюрприз который приготовили оксане вам нужно переодеться да пожалуйста проходите а мы с вами друзьями пока сейчас мы глазами встретиться да он в глаза не смотрит я про нашего говорю а лёха посмотри мне в глаза потренируйся красавица просто красавица три мотоцикла три снегохода три квадроцикла дача плюс семейный бизнес оксана сразу сказала что для меня богатство не на первом месте я вам я вам это я вам отвечаю я вам отвечаю это на самом деле просто хороший средний уровень здесь нет как бы какого-то излишнего богатства я говорю что не в богатстве дело никита послушай меня не наскучит оксане мужчина который будет никуда не уезжать будет сидеть рядом с ней смотрите в рот обожать и каждый день целовать ее медали дело в том что она будет у на чемпионат и она ему ее ждать нужно будет медали не надо а то есть нам такое нужно как который будет сидеть и чистить ее коньки но он тогда будет точно без духовного фала он не соскучится я думаю что надо думать как отсесть жигурду я подружу с ним оксаночка вам приготовили сюрприз поэтому проходите что мне надо сделать максим а вы дарите нет костюмчика если вместе с мотоциклом и мотоцикл тоже должна запеть а я сяду в кабриолет застегивать не может присаживать будет нижнее не знаешь удивить вот так женщину вроде каждый дурак а спеть нормально ну притащи на останки на квадроцикл удиви ну что поехали поехали держи держи все не спеши и через 9 месяцев у них родился мальчик назвали его никита совет на любовь нет возвращается оксаночка смотри боже мой глаз горит покоска такая более легкая легкая вот что значит мужчина посадил на коня неважно какого а это работает лариса это работает мальчики а ваше время стекло проходите своему другу спасибо вам походу он ей понравился походу он ее улыбнул улыбнул хотя бы да сначала оксано от вас хочу мнение потому что никита вам сейчас опять навяжет я думаю что это очень приятно и молодой человек который наверное знает что он хочет в жизни как у него будет все это дальше это конечно неплохо но наверное мне с ним будет немножечко грустновато я думаю что не раскрыл ты весь потенциал я не буду настроена так критично как оксана и никита к максиму потому что мне показался максим очень цельным человеком настоящий мужчина мне кажется оксана будет в надежных руках и самое главное мне кажется он никогда ее не предаст вот маша права вот вообще а потом неважно совершенно точно не обязательно свое хобби тащить домой работу домой тащить они договорятся если что мне кажется если он поставит на весы хорошее отношение с оксаной и спокой в семье или свое увлечение конечно победит первое я бы присмотрелась вы меня уговорили я пойду с ним в баню больше никита ему понравился вы человек пути активный но вы очень тревожная и комплексов и неуверенности в себе в вас очень много и наверное они вас и толкают на какие-то достижения они вас и движут изнутри то есть вы по-настоящему по-женски тревожны внутри ему женщина нужна совершенно иного склада она должна быть непробиваемой такой который будет и джигурду выдерживать и его самого выдерживать конечно вы не из этой сильной женщины я тебе говорил холостиковать придется отец родной ну что делать в москве счастья не нашли трогаем тогда что еще не нашли подожди совсем скоро невесте предстоит третье свидание после рекламы смотри на продолжится вы смотрите давай поженимся я предлагаю оксане встретиться с третьим женихом проходите удачи аплодисменты пацаны спасибо аплодисменты аплодисменты здрасте алексей вы с кем с друзьями николай валерий очень приятно давайте на вас посмотрим аплодисменты аплодисменты алексей 38 лет владелец компании по внедрению новых технологий в медицине строительстве и робототехнике мечтает изменить мир к лучшему его избранница должна полностью ему подчиняться и считать его мнение единственно верным алексей развелся с женой когда та набрала лишние килограммы и стала много спорить надеется что оксана сохранит фигуру и не будет ему перечить аплодисменты аплодисменты алексей у вас прекрасная мечта она слишком абстрактная вы хоть на один шажок приблизились к своей мечте или это все только какие-то фантазии юношеские приблизился я сейчас сделаю две реальные инновации значит я хочу помочь многим миллионам россиян решить жилищный вопрос ой квартиры дадите малоэтажные домишки коттеджи ну давали то есть вы строите такие эко-дома да из бутылок из мусора а из чего еще можно у нас в стране эко-дома строить в таком количестве чтобы их вот так вот раздавать из соломы да из прессованной соломы таких домов сотни тысяч как на юге нет почему чем севернее тем он эффективнее дайте нам для рекламы с жигуртой приезжайте это домик я на каждой программе буду рассказывать какой вы прекрасны я вам дам большую скидку вот уже уже он мне нравится сладко я даже очки сниму между счастьем оооо ничего себе и без вы развелись с женой потому что она набрала лишний вес может 30 килограмм набрала даже если сто что значит дай все муж тебе сказал не есть не жрать и ты должна слушаться и то есть это повод для того чтобы конечно повод если ты не слушаешь и набираешь вес а мне казалось что если человек считает что всегда должно быть по его и не слушать мнение своего партнера то это как минимум ограниченность и тупость нет вы ошибаетесь как женщина у алексея есть такая теория если он весит 100 килограммов то жена должна весить 50 то есть быть его половинкой половинка моя то имеется ввиду вес да но если вы 80 килограмм то она должна умереть от дистрофии да поняла нет нет я не должен 80 весить с моим ростом но он чисто такой she's simple russian бизнесмен я занимаюсь инновациями это очень широкий мир вот во всем видеть несовершенство и пытаться это исправить оксана необычная женщина штучная я уже понял вот на ней у вас не получится тренироваться то да в своих экзерсисах таких я гений я сейчас переиначу весь мир я сделаю его лучше а почему не получится у меня вопрос почему ну потому что оксана посмотрела жизнь и она уже знает как лучше и как хуже и она на все имеет свое умение а моя интуиция как раз говорит что именно такие мужчины оксане могут понравиться а вы мне кажется не очень будете в диалоге существовать рассказал два сделала вот покорить и приручить такую женщину вот это это наверное самое большое достижение в жизни да кто вы такой что вы должны женщину приручить приучить на животное что ли покорить и приручить а как так в этом кайф когда сильная женщина и ты делаешь ее женщиной и подчиняешь себя в этом кайф лариса куда испугался потому что у нас уже третий жених и он понимает что два первых ему категория а я хочу сказать правда в том что даже женщина находясь с такими мужчинами как ты зачастую оргазм имитирует а ошибаюсь глубоко да 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 глубоко у нее характер она добилась она стала олимпийской чемпионки она добилась все сама она человека этого сделает если захочет она сделает опыт себя а что никогда чего никогда не просите своей жене а на что будете закрывать глаза правда а статистика говорит что измена как раз не является первой причиной для развода измена в широком смысле в каком если например она послушает и учтет мнение своего близкого друга например никиты а не ваш это будет по вашему предательству или нет нет вы меня измените рано какого то делаете ну почему нельзя послушать мнение друга я уверен умная женщина с умным мужчиной то есть вы будете говорить одну а друг советует совершенно другое она послушает друга я представляю мы говорим об измене говорим об измене о той измене о которой вы знаете так что не надо уводить в сторону об измене конкретной чисто конкретная измен я тут выяснила что порядочность мужчины оказывается когда он изменяет а жена про это не знает и собственно всё делает чтобы не узнала они порядочные Который рассказывает своей жене Кто тебе это сказал? Это мужчины говорят Я только за что купил, за то и продаю девушке А можно спросить, Легей, кто вы по знаку зодиака? Скорпион Самый сексуальный знак вообще А Оксана Овен А как же ты? А как же Овен? Овен, она Овен Надо его, наверное, ко мне на допросе На легенький выдернуть Поболтать А для груду все живо Покажите, пожалуйста, сюрприз, который вы приготовили Оксана, хочу подарить тебе несколько минут Свободы, несколько минут восторга Несколько минут полета в аэротрубе Скорпион Подождите Скорпион 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 Как вы там будете в этой трубе находиться Вообще, что с вами происходить там будет Надо руки сделать вот так Прогнуться И ноги вот так вот И как бы вот задней поверхности Никита тебе помогает Отталкиваться от воздуха Не надо Я сама Я думаю, Лёша сам справится Вот так, что ли, да? Да Эх, милая Эх, милая А какая была возможность У нас же Никогда Как-то не упускают шансы Взял девушку Показал в танды Вот так Это уже поздно Спасибо большое Ваше время Стекло Проходите в свою комнату Эх, упустил свой шанс Парни, вы тоже можете пройти Уже в свою комнату Спасибо вам Да Да Очень обаятельный Образованный Интеллигентный Молодой человек Единственное, я не поняла То ли он очень скрытный То ли он очень засмущался И какая-то вот Не знаю Мне показалось До конца он не раскрылся Что-то я согласна с Машей Есть какая-то Немножко недоговоренность в нем Да засмущался он, парень Ну что ж, покраснел даже Посмотрите на него А мне показалось Что Алексей отвратительный характер Что он человек холодный Что он слишком высокого о себе мнения Может быть и какие-то есть успехи В том, что он чего-то достиг Но по-человечески Я считаю, что Мне так кажется С ним очень тяжело Вот такой он человек-пиджак Вот эта стрижечка Вот такой очень положительный Но Я бы с ним в разведку не пошла Не, Леха Это неправильно Что-то она это самое Уже вообще тебя не знаю Столько слов-то говорила Алексей неплохой человек Но он действительно О себе выше мнения Чем он есть на самом деле К 38 годам Ничего не иметь Кроме соломенного домика Как ниф-ниф и наф-наф Но это странновато При этом он мечтает Создать компанию С капитализацией Миллиард долларов На секунду Я сейчас не соглашусь С вашей позицией Вы ее еще не дослушали Потому что вы говорите о человеке Он много о себе Вы знаете Что все гении О себе Слишком большого мнения И все обыватели Считали Что гении Слишком много о себе Загоняют их в гроб А потом Поклоняются им После смеха Никита Будьте пожалуйста Вежливы И дослушайте до конца Нет, я вежливый Тогда, когда нужно быть вежливым Я сейчас Ларис Я оказываюсь На защиту мужчины На меня наезжали По полной программе И только эти две женщины Защищали в глазах Анисиной Я хочу быть его защитником И не даю вам возможность Как я сочувствую вашей жене Вы как женщины Должны Слушать мужчину Да, сейчас разбежались Да, да, да Прямо бежим И падаем Леша, ты настоящий А ты его ругал Никита, я думаю, что и ты и Мария Уже определились Кого будете советовать Да, Оксаня? Ну так кто же? Мне понравился Алексей Я вижу, что он настоящий Что он суперталантливый человек Алексей, как тебе сегодня Бриллиант, который мы видели Это действительно очень достойная девушка Да, Оксана очень достойная девушка Очень приятное впечатление произвела Маша Ну если выбирать между Максимом и Алексеем Конечно, Оксане бы я все-таки посоветовала Максима Но, не знаю Это мое мнение У меня такое впечатление, что Оксану В общем-то, мое мнение в данный момент не устроит Мне, знаете, очень понравился Максим Мне очень понравилось, с какой вы пришли После того, как он вас прокатил на квадроцикле Вы рядом с ним такая хрупкая А он мне показался таким надежным Максим Что будем делать с олимпийской чемпионкой? Понравилась она тебе? Берем ее Ты знаешь, я бы за ней пошел Астрологически вам ни один из женихов не подходит хорошо То есть сегодня чудо не случилось И сенострическая астрология То есть астрология совместимости Не показала мне, что один из них может быть полностью вас достоин Алексею нравится женщина вашего типа Это правда Но тут связь односторонняя Вы ему способны нравиться Он способен вас воспринимать такой, какая вы есть Но я боюсь, что вы его не поймете И до конца никогда не оцените Каким бы замечательным уж он не был Мне кажется, она придет сюда И не пожалеет об этом Проходите туда, куда вы решили Мы вас в любом случае поддержим Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс с их номером по телефону 4-4-4 Афик 30 лет Номер 1984 Владелец школы танцев и крупной фирмы по производству обуви Занимается борьбой ушу и обожает смотреть комедийные фильмы Его избранница должна быть целеустремленной, хозяйственной И непременно знать себе цену Леонид 26 лет Номер 1985 Преподаватель хореографии и певец Активно занимается фитнесом и плаванием Леонид ищет женственную и мудрую девушку без вредных привычек Мы знаем, что Оксана никуда не пошла Но я все равно всех приглашаю Выходите из своих комнат Давайте поддержим решение Оксаны Почему не пошли никому? Потому что нужно слушать свое сердце То есть вам сердце подсказало, что пока нет? У всех есть шанс Может быть, еще кто-то и поборется Сегодня у нас нет пары Если вы тоже одиноки Заполняйте анкету на сайте Первого канала И становитесь участником программы Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс с именем героя на номер 4-4-ки А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай пожелимся Удачи вам, дорогая Спасибо Хорошую вы пломбочку-то заложили Своей первой пациентки Эта гигиена, да, на самом деле Она длилась 8 часов А он через открытый рот Вашу душу так и не узрел Но тоже взрослая женщина Ты же должна была почувствовать Вот алихи Женщины лихи Человек должен быть молод душой Как бы, в первую очередь Женщины лихи Ой, да, да Я вам, наверное, тоже подойду Вы знаете Молодой душой По моему даже в сердце впадают Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова